Демонстранты приходят в прагу в 10 веке и основывают один из старейших в Чехии, потому что есть еще старший монастырь. Вот этот страх в монастырь, но слово само страхов происходит от слова стража, потому что подходы к пражскому прагу охраняет вот этот вот монастырь. Ну, и вот именно там с 10 века начинает собираться уникальная библиотека, нынче включающая в себя 80 тысяч мукопистных домов. Даже сложно представить, а 80 тысяч мукопистных домов работает по юриспруденции, по митинцингу, по философии, по патриологии. И вот начиная уже с начала 17 века монастырь заказывает оформить интерьер. Вот этой вот библиотеки итальянским мастерам. Ну, итальянцы они всегда считались лучшими художниками, ювелирами, живописцами. Итальянцы делают совершенно уникальный интерьер. И вот тогда, когда в Прагу приезжает навестник Гитлера, Рейнгер Гейдрих, один из его первых указов, сжечь вот эту вот библиотеку. И тогда, когда тот самый офицер, которому был отдан вот этот приказ, он заходит в помещение вот этой библиотеки, но у него просто рука не поднялась его зажечь. А то тут весьма кстати, покушение на Гейдриха. И вот за всей этой суматохой как-то и забылся вот этот приказ о том, чтобы уничтожить Гракурскую библиотеку. Но жалко, что вы ее не увидите, конечно. Следующий приезд, может быть, вы где-то попадете. Но стоит, да, там стоит? Конечно, но условно стоит. Но, когда вы сейчас на сайте, при этом, на сайте, при этом, на сайте, при этом, на сайте, при этом, на сайте. Продолжение следует...